Здравствуйте, дорогие телезрители! Христос воскресит! Сегодня в нашей передаче речь пойдет о третьей неделе по Пасхе святых жен Мироносиц. Это второе воскресенье после Пасхи. В этот день в церкви читается 69-е зачало от Марка Евангелия. Слов в самом Евангелии соответствует 15-й главе, начинается 43-го стиха и заканчивается в 16-й главе 8-м стихом. Напомним содержание этого в Евангелии. Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который и сам ожидал Царствие Божие, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницею и положил его во гробе, который был высечен в скале, и приварил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, день, первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца. И говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба. И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите на зарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба, и объял трепет их и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Мы продолжаем познакомить с наследием сурожского митрополита Антония. И, после прочтения этого Евангелия, он так обращался к своим слушателям в этот день. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы празднуем сегодня День Святых Жон Мироносец, Иосифа Аримафейского и Никодима. Они еле упоминаются в Евангелии до страстных дней, когда Христос был предан, взят, оставлен, распят, убит. Но вот в это время они вдруг появляются. У Креста апостолов не было. Иуда повесился. И только Иоанн стоял с Божьей Матерью, потому что он был апостолом любви. Как и Матерь Божия была любовью воплощенной, выражением любви всей земли к Богу и всей любви божественной к нам, людям. И когда была, по видимости, одержана победа зла над Христом, когда он был предан и распят, когда он умер, как бы бесповоротно пораженный, тогда появились Иосиф и Никодим, которые оказались верными ему не только во дне его учительства, но во дне его поражения, кажущегося, но очевидного поражения, которым никто не мог сомневаться и которые могли победить только любовь и верность до конца. И вот встает вопрос перед каждым из нас. Мы знаем, что Христос одержал победу. Мы не можем наподобиться ни женам Мироносицам, ни Иосифу Аримапейскому, ни Никодиму в том смысле, что мы не можем вернуться даже воображением к страшным дням кажущегося поражения Спасителя. Он сказал нам, то, что вы совершили над самым малым, самым ничтожным человеком, вы сделали для меня. И мы все, все без исключения, бываем постоянно пораженными. Мы устремлены к добру и отпадаем от добра. Мы верим в добро и изменяем добру. Мы стремимся изо всех сил к тому, чтобы быть достойными человеческого звания. И это нам не удается. И вот в эти моменты, а они случаются постоянно в нашей среде, в среде всего человечества, мы должны подумать о женах Мироносицах, подумать об Иосифе Аримапейском, о Никодиме, и как скала твердая стоять, поддерживая друг друга. Друг друга тяготы носите, и так вы исполните закон Христов, говорит апостол Павел. Если мы не будем друг друга тяготы нести, если мы не будем изо всех сил поддерживать друг друга, если мы не будем постоянно, милосердно, вдумчиво, щедро относиться друг к другу, именно в моменты, когда нам кажется, что наш ближний, наш друг, не достоин ни себя, ни нашей дружбы, мы не исполним законы Христова. Подумаем о себе и о каждом человеке, который вокруг нас находится, о самых близких и о случайных встречах. Подумаем об хрупкой человеческой жизни, о том, как легко подскользнуться и упасть. И в момент поражения остаемся верными до конца, останемся любящими сердцем, не изменим и из страха не отвернемся. И тогда действительно, понеся друг друга тяготы, мы исполним закон Христов, тогда мы войдем в сон тех, жен мироносец, соединимся с Иосифом и Никодимом и останемся с теми, кто в течение всей истории жизни человечества не стыдился пораженных, не отворачивался от падших, был Божьей любовью и Божьим промыслом. Аминь. С вами была программа «Мир православия» и ее ведущий протодиакон Андрей Килин. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин